Всем привет! Сегодня я хотела показать книги, которые совсем недавно появились в моей библиотеке. И первая книга это Набоков и его полное собрание рассказов. Я читала у Набокова только его романы, поэтому мне захотелось попробовать что-нибудь прочитать из его рассказов. И здесь все рассказы, которые написаны Набоковым, новые и старые, даже есть, по-моему, два рассказа, которые еще раньше никогда не публиковались. Я знаю, что его рассказы выходят в разных сборниках. У сборников есть свое название. Но здесь все до кучи, здесь просто все его рассказы. Следующая книга, которую я хочу вам показать, это книга в формате фри-бук. На данный момент это мой любимый формат, возможно, со временем это пройдет, но пока мне нравятся книги именно в этом формате. И это Гидома Пассана, Милый друг. Гидома Пассана я читала только Пышка, мне понравилось. Я пробовала читать его роман Жизнь, когда-то очень давно, но как-то он меня не впечатлил и не увлек. Поэтому я его забросила. Но сейчас я решила начать с знакомства снова с Гидома Пассаном, с его романом Милый друг, потому что слышала хорошие отзывы от других блогеров, что это легкий роман, что в принципе мне импонирует. Дальше идет Майя Кучерская и ее плащ по уехавшей учительнице рисования. Это сборник рассказов. Мне хотелось прочитать у Майи Кучерской тетя Мотин. Тетя Мотин не была в книжном магазине у нас, возможно, со временем она появится. Я решила взять ее рассказы и посмотреть, как она пишет. Следующую книгу мне подарили. Подарил человек, который не знал, что я уже ее читала в электронном виде. И в принципе мне понравилась. Это Алексей Иванов Псоглавцы. Но я не хотела покупать ее за свои деньги в бумажном варианте, но Даренному коню в зубы не смотрят. Поэтому я в принципе довольна, что она появилась в моей библиотеке. Неплохой роман. Есть там мистика, есть там какие-то приключения и много исторической информации. Я благодарна этому роману в первую очередь за то, что я узнала, что оказывается в христианстве есть святой, которого изображали с песей головой. Вот он здесь, святой Христофор. Поэтому кому интересно, кто любит мистику, триллер, немножко такой ужас, то можете почитать Алексей Иванов Псоглавцы. Следующая книга это тоже Алексей Иванов. Это уже купила я сама, потому что мне хотелось прощать эту книгу очень сильно. Это Географ Глобус Пропил. Я как раз ее сейчас уже и читаю. Были у меня поначалу какие-то предубеждения против этой книги. Но потом я посмотрела в прошлом году фильм, который меня очень впечатлил. Фильм очень классный. В любом случае достойный фильм. Я не знаю, насколько он отражает книгу, потому что только в самом начале этой книги. Но фильм, когда я смотрела его, не прочитав книгу, мне понравился очень. И сподвиг меня на то, что я купила эту книгу и решила ее прочитать. Дальше идет книга, которая разбита на три вот таких вот тома. И это «Мариам Петросян» и «Дом в котором». Здесь у меня не в том порядке. Это третья книга. Это первая книга. А это вторая книга. Думаю, вам знакомы уже эти обложки. Да, показывали ее некоторые книгоблогеры. Многие уже делали обзор на эти книги. Раньше эта книга выходила в одном таком толсом томе. Сейчас разбили на три небольших. В принципе, я много слышала отзывов. Ничего не хочу об этой книге говорить, потому что, в принципе, ничего не знаю. Плохо что-либо поняла из отзывов. Все восторгаются в основном. Но говорят туманно, расплывчато. Поэтому, когда прочитаю, тогда вам расскажу. Следующая книга издана в одной из моих самых любимых серий. Это серия библиотека всемирной литературы Юрия Мамлеева «Россия вечная». Насколько я поняла из аннотации, это философский трактат о России, о характере русском. Не знаю, пока ничего не могу сказать. Первый раз я сталкиваюсь с этим автором. И первый раз слышу об этом произведении. Дальше у нас идет Борис Акунин и его «Огненный перст». Я показывала, что я уже купила первый том Акунина «История России», часть Европы, когда Россия еще была частью Европы. Я так поняла, что это приложение к тому «История России» и вот такая билетристика его фантазии на тему древней Руси. И, в общем, сборник, не знаю, по-моему, таких небольших повестей, которые называются «Огненный перст». Здесь есть иллюстрации. Бумага, конечно, отличается от той бумаги, которая в истории России. Там она такая вот гладкая, красивая. Здесь просто обыкновенная бумага, желтоватая, но вот такие вот иллюстрации есть. Следующая книга – это Владимир Проб и его исторические корни волшебной сказки. Я слышала об этой книге в «Школе злословия», говорила они Татьяна Толстая, что нужно читать Проб и тогда вы все поймете о русской сказке, о сказках вообще всего мира. Я не думаю, что это будет легкое чтение, развлекательное, хотя Татьяна Толстая говорила, что интересно читать, но мне кажется, здесь придется задействовать мозг, думать, размышлять, когда читаешь. Но, в принципе, мне давно хотелось уже найти эту книгу, и когда она мне попалась, я ее решила купить, хотя, конечно, не очень здесь хорошие листы, не очень хороший шрифт, но, в принципе, читабельно. Следующая книга – это Достоевский и «Малое собрание сочинений», а именно в этом томе находятся такие произведения, как «Двойник», «Белая ночь», «Ниточка незнанного», «Униженные, оскорбленные», «Записки из-под поля». И знаю, к Достоевскому у меня такая любовь-не-любовь, но решила, пусть будет, возможно, со временем я это прочитаю. Следующая книга – это Марк Хэдден «Загадочное ночное убийство собак». Насколько я помню, так переводится эта книга на русский язык, у меня она в английском варианте. Описывает историю о 15-летнем мальчике-аутисте, который увидел мертвую собаку, по-моему, у соседей во дворе, и начал расследовать это загадочное происшествие. Это то, что я прочитаю за аннотацией, больше об этой книге ничего не знаю пока. Дальше у нас идет Оливер Сакс и мужчина, который принял свою жену за шляпу. Все уже много о ней слышали и говорили, поэтому я решила прочитать. Оливер Сакс – психолог, психиатр, по-моему, доктор, и здесь различные случаи из его практики, насколько я знаю. Следующая книга – это, по-моему, «Антиутопия» или «Утопия» Адольф Хаксли «Храбрый новый мир». Вот у меня в таком варианте. Я слышала об этой книге, но я не очень люблю ни «Утопии», ни «Антиутопии», но решила прочитать, потому что это считается классика, и решила ознакомить. Дальше у нас идет Людмила Улицкая, детство 45-53, а завтра будет счастье. Ну, Улицкая здесь выступает в роли автор-составителя, это не все ее, как бы, рассказы, впечатления и мемуары. То есть, это сборник различных рассказов, впечатлений, не знаю, повестей, людей чудесно пришлось на 45-53 года. И я Людмила Улицкая не очень люблю, хотя признаю, что у нее, конечно, есть талант, но мне не нравится не то, как она пишет, а что она пишет. И поэтому я взяла эту книгу только потому, что здесь не одна Улицкая, а есть и другие авторы. Дальше у нас идет Ильфи Петров и их «12 стульев». «12 стульев» я, конечно же, читала так же, как и «Золотой теленок», но у меня здесь в Канаде нет книги с собой, поэтому я решила перечитать еще раз это прекрасное произведение. И вот теперь у меня появилась такая книжечка «12 стульев». Следующая книга, я ее не могла не купить, потому что это моя любимая Татьяна Толстая и ее новый сборник рассказов, которые все очень долго ждали, потому что Татьяна Толстая пишет не очень быстро, «Легкие миры». Еще пока ничего не читала, ничего не могу сказать. Я думаю, что будет хорошо, как обычно. Дальше у нас идет Борис Акунин и его сборник. Насколько я так поняла, это его такие посты в ЖЖ, которые он перенес в книгу, которая называется «Настоящая принцесса». Вот такой вот красивый сборник его постов с красивыми иллюстрациями, с красивой бумагой. Не знаю, насколько интересно, но оформлено все очень красиво. Следующая книга, которую я хочу вам показать, это Тресси Шевальер и роман «Девушка с жемчужиной сережкой». По-моему, так перевели его в русском варианте, эту книгу. Я купила ее на книжном развале, поэтому не обращайте внимания, такая немножко вся погрызанная, бодрана немного, за доллар всего. Но решила прочитать, потому что есть фильм, по-моему, даже со Скарлетт Йоханссон. Она одна из моих самых любимых актрис, и поэтому решила прочитать, о чем уже этот роман. Следующая книга – это роман Томаса Вулфа, известный роман, классика «Взгляни на дом, свой ангел». Пока ничего не знаю, о чем сама история, но знаю, что должна быть хорошая. Следующий роман – это Джейн Остин «Чувство и чувствительность». Вот в такой прекрасной обложке, это пингвин классика. Нет у меня Остин в бумажном варианте, этого романа нет в бумажном варианте, поэтому, увидя эту обложку, я решила, что пускай будет. Следующая книга, которую я хочу вам показать – это Борис Пастернак «Малое собрание сочинений». Здесь его стихи, а также роман «Доктор Живаго». Я, в принципе, купила эту книгу из-за романа «Доктор Живаго», с которой у меня как-то до сих пор не особо складываются отношения. Я пробовала его читать, но Борис Пастернак мне не нравится, как он пишет. Он пишет очень сухо, на мой взгляд, и мне как-то было не особо интересно. Хотя я знаю людей, которым этот роман очень нравится. На меня он большого впечатления не произвел, но все-таки я решила, что нужно его прочитать, потому что этот роман получил Нобелевскую премию. Следующая книга была куплена мною в большей части по таким эстетическим впечатлениям моим от этой книги. И это роман «Элизабет Гилберт». По-моему, на русский его перевели «Происхождение видов». Известный всем автор есть «Молиться любить», который я читала, который мне, в принципе, понравился. Неплохой роман. И вот ее новый, насколько я знаю, последний пока на данный момент произведение. Последнее «Происхождение всех видов» в прекрасном оформлении, с вот такими вот листами разрезанными, неровными, которые мне очень нравятся. И что мне здесь совершенно подкупило, это вот такие вставки с такими красивыми растениями. И по ходу самого романа тоже есть. Я вам покажу. Насколько я вычета за нотации, здесь рассказывается о девушке, чей отец был биологом. И она тоже вроде как стала изучать мхи, по-моему, мхи-лышайники. И посвятила этому всю свою жизнь. Но это, опять же, я говорю, то, что я прочитала за нотацией. Насколько хороший роман, я не знаю. Вот еще такой есть. Ну, в общем, в принципе, вы поняли. Я не знаю, как в русском варианте, есть ли такие вставки, но в английском книга очень красивая, хорошо сделана. Итак, последняя книга на сегодня. И в этой книге совпало все. И хороший автор, и хороший стиль, и прекрасные иллюстрации, прекрасное оформление. Это Иван Шмелев, Богомоля и Старый Валаам. Это, насколько я поняла, его повести, наверное, или небольшие романы. Это классика в иллюстрациях серии. Прекрасная такая вот мягкая, надутая обложка. Вот сам портрет Шмелева. У Шмелева я читала «Лето Господне», которое мне хочется еще раз перечитать. Очень интересная такая мемуарная проза о дореволюционной России, о бытии, насколько я поняла, купцов, такого купеческого сословия. И, в принципе, читать очень интересно. И когда я увидела эту книгу с такими иллюстрациями, то я просто не могла пройти мимо. Здесь все иллюстрации известных художников. Здесь в конце книги есть их список. В общем, вы поняли принцип. В таком виде вся книга. В качестве иллюстрации здесь используются картины таких художников, как Поленов, Арну, Загорский, Сверчков, Суриков, Нестеров, Кустодиев, Машков, Левитан, Архипов. В общем, прекрасные иллюстрации прекрасных художников. Ну, вот такие были мои книжные приобретения. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вы читали что-нибудь из того, что я вам сегодня показала, можете написать мне в комментариях. Мне будет интересно, что вы думаете по поводу сегодняшних моих книг. Всем спасибо за внимание и пока-пока!